девчонки всем привет решила записать видео так чтобы смонтировать и поставить сразу на канал и будет проще ссылаться потом можно будет спокойно чистить группу а на канале будет видео поэтому я сейчас постараюсь короткими кусочками снять показатели и смонтировать будет удобно все приступаем я хочу показать как я валяю на машинке ну что-то в виде броши украшения цветок потом можно будет перейти на основе валяния ну то есть как это дело я как обучалась я потому как когда я начинала это 2000 где-то там я не знаю восьмом может быть году когда я машинку купила но где-то так и ну негде было учиться негде было учиться информации было ноль и сейчас не так много но а тогда было как бы совершенно ноль машинки только начали эти появляться я сейчас покажу как у меня машинка я сейчас покажу какие у меня приспособления ну и покажу остатки своей шерсти потому как когда я делала на хэллоуин тыквы и всякие овоща я очень большую часть своей шерсти расходовала в набивку ну потому как я прекратила валять а шерсти мне еще очень много в упаковках спрятана запрятана где-то там лежит но именно в упаковках на этом потихоньку ее желающим распродаю но у меня еще было несколько коробок именно начатой поэтому сейчас я вам все покажу и давайте поваляем очень скоренько пока буду раскрывать себе для работы и покажу вам бывает вот такая кардачоса на шерсти она идет в рулонах видите она пластом и идет в рулонах а бывает гребяная лента тут наверно только кардачос она ага вот и есть основа но потом можно будет и на основе сейчас секунду и вот есть гребяная лента видите она вот идет вот такой гребяной лентой значит ну разницу можно в интернете поискать я не буду на этом останавливаться заостряться если носить к телу то микрон должно быть как можно тоньше то есть танина самой ворсы должна быть как можно тоньше это вот я кому-то из девочек показывала из группы уже видите как работает машинка я уже показывала значит какие приспособления обязательно щетка это специально для сухого валяния щетка можете посмотреть в интернете мат мат для валяния большая мочалка на ней тоже удобно и инструменты свои держать вот такие большие клавера у меня есть самодельные видите 4 4 иглы вставляется до сюда и темно совсем ну простите сейчас я буду включать посильнее освещение постараюсь но удобнее вот такую вот так вот сделать смотать 2 3 4 иглы больше больше уже будет неудобно работать и вот такие клавера у меня еще есть на 16 иголок квадратные но я не знаю где он то есть это тоже очень ускоряет но опять же если делать игрушки то игрушки конечно больше чем 3 иглы не стоит ну и вот собственно сама машинка у меня же мамка это все классика это все классика это все классика 333 года ей уже поломала все иглы блоки уже что только и не делала очень обязательно девочки держать вот эту штуку закрытой потому как могут отлетать иголки ломаться могут лететь кусочки от шерсти там бывают включения иногда такие вот знаете но не до конца прочелся на это 6 даже когда крашена поэтому может глаза отлететь но в общем техника предосторожности как бы мы не любили да кто любит правила кто не любит я не люблю но меры предосторожности все равно никто не отменял я потом покажу для чего все равно при пригождаются все эти видите испортилась я все сложила данным давно так все сейчас я на примере легкого цветочка покажу как я делаю и покажу как я собираю надеюсь все хорошо видно у меня так слепит цвет так как я умею и из одного лепестка длинного и из двух-трех коротких делать делать бутоны роз поэтому я сделаю несколько всего буквально три лепестка смотрите видите я надеюсь понятно толщина здесь пару грамм буквально если взвесить тут не больше 2 грамм лепесточки сейчас я приготовлю покажу чтобы это было побыстрее ну буду включаться выключаться я хочу показать как я это нащипываю чтобы это хотя бы было как то это я вот один уже сложила да а этот вот я видите надеюсь все видно как я нащипываю смотрите берете пальчики чуть подальше чтобы хорошо ворса пошла я стараюсь не резать и не разрывать то есть вся длина волокна вот более ценно когда полностью вся длина волокна и видите какие я делаю коричневый сюда положила несколько по-другому смешивается цвет он простите сейчас свет зацепила несколько по-другому смешивается цвет так как это не вода и это палитра цветовая как бы так не смешается как пластилин допустим или краска но тем не менее какой-то какой-то перемест цветов бывает я хочу еще белый нащипать но у меня видите мультикалор вот это мультикалор он бывает разного разного 5-7 цветов в одной как бы в одном пучке одной лентой я хочу нащипать отсюда беленького хочу нащипать отсюда беленького чтобы несколько осветлить оба лепесточка наверное нужно будет еще как-то маловато хочется чтобы он такой был богатенький этот цветочек ну вот так немного белого потом посмотрим что еще сюда нужно каждый лепесток но наверное да ну всего грамма потому как букетик цветочек где-то грамм 10 получается вот видите и сейчас мы приступим к валяне сейчас я подвину машинку так ну все я надеюсь все видно потому как за затемняет мне так сильно забивается светом все я надеюсь видно я конечно могу уходить на быструю строчку но имейте ввиду лучше лучше конечно помедленнее делать ну я просто понимаете я уже это умею делать смотрите чтобы кончики немножко сравнять смотрите я слегка вот так беру то есть краешки оказывается более рыхлыми бить на одном месте старайтесь старайтесь плавно водить чтобы не стоять и не бить на одном месте потому что при такой скорой механической при таком скором механическом повреждении просто травмируются разрываются нити это просто приведет к перевалу и потом к выпаданию этих всех мелких кусочков то есть чтобы слегка уплотнить вот этот краешек я вот так натягиваю как бы ну немного как будто бы знаете если как если вы лепите как будто бы вы слепляете поплотнее то есть я вот так слепляю да и и краешек еще слегка обхожу точно так же я сделала здесь самое страшное что может произойти это может сломаться иголка поэтому движения должны быть плавные и начинать учиться лучше все таки на таких вот небольших кусочках небольших кусочков из которых вы сможете потом какое-то сделать изделие ничего не выбросить не люблю выбрасывать не люблю смотрите все помнят как выглядело начало я надеюсь я надеюсь все видно это еще не валяны этот видите уже такой слегка слегка валяный и вот слегка начинает проходить на обратную сторону расцветка можно сделать и двухстороннюю да если допустим цель вот так использовать но я сейчас что сделаю я смотрите и теперь я начинаю это же лепестки то есть теперь я начинаю соединять вот таким образом все как и в швейной машинке при стежке но валяное должно быть очень равномерное краешки проходим отдельно но таким образом чтобы чтобы не бить на одном месте видите вот я прошла по изнанке и и теперь красная вышла немного сюда теперь я сделаю теперь я сделаю чуть-чуть другой ход я все таки хочу чтобы основной цвет был виден и такая будет акварельная размытость как будто бы мы акварелью рисовали можно слегка растянуть и опять приступить в общем смотрите желательно чтобы вот таких сильно свободных волокон не оставалось то есть я сейчас показываю на маленьком кусочке сейчас подготовлю сейчас подготовлю несколько таких листиков и зелененький покажу как я немного оформляю по другому и мы соберем цветок смотрите приблизительно таким же образом я сложила зеленый лепесток но я его оставлю остреньким и для начала валяем так же как и лепесток на цветок но теперь я буду валять его только в длину вот таким вот образом потому что получается как будто бы прорисовка идет понимаете в ширину а листик все таки должен быть в длину смотрите вот этот свободный листик я его все таки она ну слегка шерсть может иметь вот то о чем я говорила видите не прочес и вот эта ворсинка может вот эта вот деревяшечка или травинка может сломать вам углу с этим нужно быть повнимательнее вот кончик я скручиваю и заворачиваю внутрь чтобы эта сторона была поаккуратнее потом все это запарится утюгом я все покажу и будет достаточно интересный край вот на таком мягком этапе можно делать объемное валяние с приваливанием на трикотаж на трикотаж либо на какую-то ткань типа флиса флис можно так ну и сейчас самое интересное сделаем прожилочки какая тут у меня есть пряжа под рукой я очень люблю я очень люблю в зелень добавлять вот такой цвет желтоватый но очень люблю но мне нужны совсем тоненькие прядочки вот как раз это будет такой небольшой элемент росписи я слегка подкручиваю его видите и все и мы начинаем выкладывать стебелек я надеюсь видно да уже прорисовываются стебелечки я бы не рекомендовала девочки вату вбивать потому что вата она имеет все таки совсем другую структуру которая ну чуждо она распадается под иглой она рассыпается на самом деле поэтому это лучше должны быть ну может быть волокна шелка а все остальное оно очень мне понравилась расшивка вместе со строчкой то есть валяние и отстрачивание очень интересно смотрится ну и опять же из кожи и с бисером и с тканью с чем угодно даже вот так нужно то есть видите листик я стараюсь только в длину и очень редко в ширину потому что рисунок будет не такой красивый либо вы видите по уходу по уходу как в натуральном листике в зубом располагаются полосочки волокна ну все и листик готов сейчас мы приступим к сборке у меня ой мокрые руки прошу прощения смотрите через проутюжку парим парим с двух сторон мой коврик кто не знает это коврик под швейную машинку в цвет чехла на швейную машинку машинок у меня много так ну я зацепила опять освещение это елки-палки сейчас я все поправлю смотрите и желательно сделать это с двух сторон они сразу становятся видите какие нежные тоненькие после этого в принципе можно и не больше не валять простите я тут же руками все цепляю ну зато хейтерам будет что обсудить кроме того что быстро медленно и неинтересно ну в общем то все все под рукой все очень удобно устроено все рабочее место ой на что-то накапалось проутюжки все ребятки сейчас я вам покажу как из этого сделать цветочек смотрите что у меня есть из прошлой жизни это я специально валяла основы для поясов для завязок волосы под брошки под стебли под под всякие всякие завязки сейчас я все покажу сейчас я попробую сейчас я попробую все это делать может быть удобнее будет потом показывать так смотрите под наши лепесточки 4 со всех сторон вот так буду показывать все четыре лепесточка и что я с ними делаю для начала я беру тройную иглу все это можно конечно сшить понимаете я потом так и сделаю я потом закреплю немного иголкой хотя больше всего я люблю это делать именно все на одну просто как бы на одно валяние без использования второй лепесток смотрите тоже мы его слегка вот так подгибаем ну то есть вы просто как будто бы лепите как будто бы лепите у меня много разных способов ну вот сейчас я делаю это вот так так что я хочу еще сделать у нас есть кусочек шерсти желтой я думаю со всех сторон ее видно мы вот такую срединку сделаем сделаем срединочку вставочку ну цветочек такой фантазийный хотя я делала и орхидеи и розы и ромашки все это в принципе есть есть шикарные мастер-классы в фотографиях можно найти в доступе бесплатно смотрите я вкладываю и слегка скрепляю потом просто слегка пушистой ниточкой типа кидмохера или шерсти шерсти как бы вязальной да вот показывая на две камеры потом посмотрим потом посмотрим где какое видео будет лучше использовать может быть все два и сейчас я начинаю формировать вот так ну слегка видите вот такие заломы но здесь уже мне понадобится здесь уже мне понадобится кловер из шести иголок с шестью иглами чтобы это было правильно сказать потом ради интереса постараюсь не забыть взвесить и посмотреть сколько будет весить беру следующий сейчас сразу приготовлю взвесить и посмотреть сколько будет весить вся композиция я обычно делала чуть потоньше видите они уже сваливаются уже сваливаются то есть скорость я вам показываю смотрю мне там со всех сторон сообщения от девчонок девчонки ну как-нибудь мы сделаем даже прямой эфир нужно придумать знаете всем сесть и что-то вот совместник какой-то может быть даже по сухому валянию показываю еще раз щетку саму саму щетку это специальная щетка для валяния они бывают они бывают в два раза меньше бывают такие большего размера я не видела не знаю может быть и есть все я начинаю собирать смотрите я начинаю собирать просто вкладываю меньшую часть в большую и смотрю по удобству вот шесть иголок уже не пробивается не проходит сложнее вот три иглы легко проходят и я всегда валяю одними из самых тонких иголок есть еще разница в иголках сечения там 36 номер 34 номер 32 номер я беру практически одних самых тонких тем более в цветах все видите я собираю 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 все это подваливаем чтобы это держалось каким-то образом иглы меняю по усмотрению у меня 34 здесь а я смотрю звездочка есть есть просто треугольные звездочки я люблю звездочками валять ну здесь уже что есть тема валя хотя у меня иголок если бы это был не тот город в котором я сейчас нахожусь я смогла бы поделиться даже кому-нибудь подарить смотрите ну вот уже такой может быть фантазийный но цветок сейчас мы его сейчас мы его сформируем то есть ну очень похоже на лепку из пластилина ай да смотрите я конечно достаточно быстро это делаю я думаю для начала стоит ну вот с такой скоростью игла должна ходить вот вверх вниз вверх вниз просто я делаю это очень быстро но помните несколько медленнее надо потому как у меня все таки несколько лет за спиной валяния даже скажу не несколько а больше десяти лет уже уже даже больше десяти лет как быстро летит время лет двенадцать лет двенадцать мы тогда где-то в 2006-2008 поехали смотрите еще какая есть хитрость здесь низковата я надеюсь здесь будет видно вот можно сформировать видите листик вот такой да а можно немного ему придать форму вот прям вот так на весу он уже достаточно плотный вот так на весу вот видно прям где выпады и прям в эти выпады немножко как бы повбивать по формировать есть всякие средства есть ну для как бы это сказать для окрахмаливания и уплотнения но я не люблю сальвитоза по моему называется еще как-то то есть я знаю два-три средства да можно даже просто накрахмалить или желатином обработать но я люблю живую шерсть я люблю чтобы ее можно было понимаете когда это брошь когда сумка да я согласна можно прям прожилировать ее желатином смотрите видите он прям формочку принял и все и мы вот у нас уже посмотрите цветочек у нас уже цветочек сейчас я все это соединю иглой ну и покажу уже в готовом виде смотрите мне понадобится теперь только трешечка ну на одну это долго хотя кто только начинающий тогда может быть лучше на одну это просто будет дольше и все и вы начинаете я пришила да вот пришила застежку пришила как бы стволик такой ну и она основа будет и и плотнее держаться как будто бы законченная веточка вот так вот что-то висит такое симпатичное но так как я пришивала основными стежками скрепляла поэтому желательно все таки иголочкой все это дело зашлифовать как бы это сказать поэтому вот сейчас я все это хочется показать и вот так я места соединения места там где прошла иголочка и немного ну и ниточка и хочется развернуть цветочек да вот видите можно им собрать шарфик заколоть можно на беретик наколоть если я вообще люблю более еще тонну чтоб тонкие были вот сами как можно тоньше чтобы были лепестки листья поэтому вот так еще сформировать ну и так по подольше как бы чтобы это хорошо держалась ну так как это уже сшито оно уже будет держаться ну их даже можно слегка вручную стирать шампунью развели полежал цветочек отжали его если там пыль знаете ну мало ли вдруг упустили вдруг что-то произошло видите вот такой игривый получился ой расстегнулась брошь застежка сейчас мы застегнем видите получился такой игривый изгиб такой вот веселенький цветочек и я бы еще хотела конечно сами лепестки как я показывала листики я делаю я бы хотела еще лепестки чуть-чуть вот так оформить хочется чтобы было видно в обе камеры но будем смотреть с какой камерой с какой камерой показывать у меня это первый опыт и когда вот так делаете девочки это очень травматично поэтому пальчики очень аккуратно это я уже знаете руки помнят поэтому я и руками и языком я кта дурнувата кася обума ручками и язычком не знаю может моя Катя эту шутку вырежет ну посмотрите какой он получился симпатичный какой стороной его не прицепи какой стороной не прицепи можно даже волосы получится кармен в мех очень красиво смотрится в любой поэтому вот такая моя ночная съемка всем пока всех целую люблю обнимаю все подписывайтесь на канал девчонки у нас теперь есть группа ватсап группа достаточно обширная и большая мы очень активно общаемся но общаемся на всякие-всякие-всякие разные темы поэтому если кто-то думает что вы зайдете в нашу группу и мы там будем брать иголку ручку там я не знаю карандаш и ножницы и сидеть только резать шить и вышивать нет мы поздравляем друг друга мы болтаем мы показываем кто где живет кто куда ходит и мы все очень дружно там живем поэтому ну имейте ввиду компьютер будет забит телефон будет забит зато будет масса общения и масса впечатлений всем пока всех целуем обнимаем и 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